В это время написано стихотворение. Я хочу вас познакомить с тем Бруклином, в котором я живу. Я живу совсем в другом Бруклине. Я живу в Бетстайе, далеко от Вильямсбурга. Очень интересный район, когда мы приехали, это было, в общем-то, гетто. Сейчас это очень здорово разбавлено, потому что туда поехали все эти бедные художники с Гринрича, которым больше не по карману. Вот это мое впечатление от того района, в котором мы оказались. Там очень красиво, на самом деле. Называется Старый Бруклин. Старых негров глубокие очи, дно тягуче и неуловимо. Продается здесь все в разручку, даже дух бездомного дыма, даже голос жары из камня. И роднитов, и рабство манит, словно в Кане, вином из камня. О, Манхэттен, где брат твой Каин, бедный Бруклин завалит снегом. Снегом белым, сожженным колом, пять церквей на квартал. Как клоны, где твой ангел, мой верный Каин, я кирпич твой жую в приглядку. Мир обугленный, обожженный, только в каждой встречной жива я. Как прекрасные жирные здесь жены, как цветут в глазенке детишек, как плывут по мусоркам куклы. Старый Бруклин, чернее вишни. Помнишь сад, что стоял над Волгой? В конце этого стихотворения появляется этот вишневый сад, который, в общем-то, и символ в русской культуре, все знакомы, что такой вишневый сад. У нас действительно обладает вишневым садом, в том месте, где я родилась. Это в Самаре было. И вот такая у меня ассоциация. И я отсюда вас возьму, вот именно в то место, где я родилась. То есть в Самару возьму. Не совсем в мою какую-то альтернативную детскую жизнь. Мой папа блокадник. Он единственный, кто был спасен из всей семьи, вывезен по дороге жизни. Сотворение я совсем недавно написала, никуда оно еще не вошло. И он был усыновлен. Мой дедушка был очень такой интелевентный человек. Он в Праге получил два университета, закончил врачи, журналисты и так далее. Потом в Ленинграде сдавал иногранскую газету на немецком языке. Но он погиб в блокаду. А усыновила бы тоже еврейская семья, но очень-очень такая простая местечковая. И мы жили в другом месте, а меня туда водили к бабушке, к дедушке. И там я вообще впервые услышала Идаш и узнала, что такое еврейское местечко. Это мои первые детские впечатления, которые со мной остались, потому что я не знаю, скажем, Идаш очень глубоко его чувствую. Когда я его слышу, у меня просто кровь закипает. Это, наверное, потому что в детстве я была как бы во всем этом парилась, совсем маленькая. А Самара при чем? А? А Самара при чем? Я родилась там. Я родилась. Мой папу вызвали из Питера в Самару, в Куйбышев, да, тогда в Куйбышев. И вот там усыновила еврейская семья. Вот, да. И значит... Потом выросли. Вот, я там жила до 14 лет, потом уехали в Питер опять. Родилась я там. Вот это воспоминание, я вот вспомнила об этом домике бабушки с дедушкой. И такое стихотворение совсем недавно писала. Меня водили за ручку в домик, в нем жил как будто люд из местечка. Пять дочек енты и дети дочек, кузина с сыном, голодка-печка, и керосинки, и семь перинок, и бабка с дедом, и коврик с небом, таким белесом, таким любимым. И пахло сельдью, и пахли снегом, моя подушка и плед индиго. Там знали идыш, ругались смачно. Там был чуланчик, где Мойша с Пашей в обнимку спали. Из уцелевших там всех селили. Так было раньше. Там были вдовы и разведенки, и золотые шары для солнца, кусты сирени вокруг уборной. Там было бедно, на хлебе солью, без правил четких, кошерных, строгих. Свобода плакать в колено деду. И звуки идыш, как птицы-сойки, влетали в спальню с удачей, с ветром. Там карнавальный, и к звуку чутки мой сон из первых. Я лиц не помню. Меня водили в тот дом за ручку. В нем вырос папа, усыновленный. Браво. И оттуда я вас возьму сразу в другую, так сказать, мою советскую жизнь. То есть я возьму в Питер как раз тот момент, когда мы эмигрировали. Это был ноябрь 89-го года. Мы буквально в смысле, так сказать, взяли последний... На последнем поезде мы уезжали в Вену, где мой третий ребенок, кстати, родился. Я 8 месяцев беременная была. И на последнем поезде в Италию. И на последнем... Ну, та эмиграция. Кто прошел эту эмиграцию, тот помнит, как все это было. Мы были последние. И, в общем-то, это о моей питерской жизни. Мы жили на Маховой. Я немножко здесь объясню, какие герои возникают. Мы жили на Маховой в одном квартале от дома Бродского. Вот когда мы уезжали на этом доме. Кто-то тогда еще не было ни табличек, ничего. В 89-м году на самом верху Угленный писал. Здесь жил великий поэт. То есть Бродский. Ну, вот там я жила. Что тут еще возникает? Да, здесь еще возникает филия. Некто жил в Питере, кто помнит, как начали вдруг привозить большие, хорошие фильмы в Питере, в том числе, когда появился Амаркорд. Вот, Филинии. Кто видел Амаркорд, знает, что это, в общем-то, о фашизме, о том, как, так сказать, фашизм переходит в классе. Хотя это все, в общем, очень милые детские воспоминания и так далее. Вот просто, чтобы понять, какие у меня аллюзии, я должна была это сказать. Да, еще Персей. Персей, ну, наверное, вы знаете, да, это тот, который делил яблоко, выбирал, кто-то покрасил. Называется «Память». Это был Парис. Это был Парис. Да, Парис. Персей, другой. Другой Абифалот. Другой Абифалот. Значит, эпиграф к этому идет, пучок качается, все помнят, да? Детский стишок. Где мои полеты по галеркам, хруст чулка и роспись неба веткой, сигареты шибка, дым помойки, листьев стук в окно, ночные ветры, где блокнот, скамейка в мокром парке, на кровати остроек краденые доски, прикарманенные строчки, где надбавки, коммуналки, десятиметровки, храб за стенкой, где сосед Афганистан, с пайкой гречки гости, с пачкой соли, где обрубок лепки в общей ванной, потолка чуть-чуть подмоченная повесть, где с клопами бой, где хрящ тепла из батареи, кубик, что вмещал всех динамочадцев, четырех нас с половинкой, не филини, где то яблоко, персей, что мы делили, нос на Невском, бродский на Литейном, с кем казалось нам немыслимо расстаться, где тут рынок у метро с чернобыльскими, запах радиации и на листовках подпись память и бычок до сей поры своих не знавший сроков, закачавшийся на краешке вокзальном. Так ли было в Ленинграде, в Амаркорде, здесь ли, там ли, происходит ли поныне? Что ж, и в Вене осень, в Риме осень, осень в целом мире, снег в России.